Общее сведение. Смешанное заикание представляет собой сочетание невротического райфункционального и неврозоподобного органического заикания. Такое заикание содержит и органический, и психологический аспект речевых расстройств. Смешанное заикание формируется, когда на фоне длительно текущей неврозоподобной формы заикания постепенно развиваются невротические нарушения. Последнее чаще всего связано именно с существующими нарушениями речи и их следствием логофобии. Т. Е. Страхом говорить. В связи с этим смешанное заикание некоторыми авторами обозначается как неврозоподобное заикание с невротическими наслоениями. Полиморфность и теология и патогенетических механизмов формирования смешанной формы заикания делают ее предметом совместного ведения. Специалистов в области педиатрии, неврологии, логопедии, психологии и психиатрии. Смешанное заикание причины смешанного заикания. В своей основе смешанное заикание имеет органический субстрат Т. Е. Структурное изменение ЦНС, как правило, представляющее собой резидуальные остаточные явления перинатально перенесенных неблагоприятных воздействий. К последним относят внутриутробные инфекции, цитомигалию, герпес, сифилис и ДР. Интоксикации при курении, наркомании или алкоголизме у беременной, воздействие на ее организм, вредных факторов внешней. Среды, гипоксию плода, вследствие токсикоза беременной или фитоплацентарной недостаточности, родовые травмы новорожденных. Асфиксию новорожденных, недоношенность. Второй группой причин обуславливающих формирование смешанной формы заикания являются психогенные факторы. Чаще это хронические и стрессовые ситуации, связанные с неблагоприятным психологическим климатом в семье повышенной требовательностью. К ребенку, информационной перегруженностью. Возможно влияние острой психотравмы, в роли которой у детей чаще всего выступает испуг. Следует понимать, что существование органического заикания само по себе является для ребенка источником постоянного стресса. Однако на фоне благоприятного психологического климата его негативное влияние на психику ребенка будет выражено в наименьшей степени. Органические факторы индуцируют развитие неврозоподобного заикания, который манифестирует в период становления речи ребенка. Психогенные триггеры приводят к появлению признаков невротического заикания логоневроза на фоне уже существующего нарушения речи. Обычно клинически это проявляется после 10-летнего возраста. Функционально-морфологической основой, обуславливающей смешанное заикание, являются тонический, клонический и клонико-тонические судороги артикуляционных мышц. В начале преобладает клонический вариант судорог, приводящий к повтору начальных звуков или слогов в слове «с-собака», «мо-мо-молоко». Затем нарастает число тонических судорог, проявляющихся паузами в словах «с-с-тул-кар-тошка». Симптомы смешанного заикания. Смешанное заикание, как неврозоподобное, дебютирует после третьих лет в период формирования речевых навыков. Первоначальное его проявление аналогичное симптомам органического заикания. Речь вскоре над ахилоле, но при этом монотонно и приглушено, сопровождается однообразной жестикуляцией. Звукопроизношение характеризуется дислалией, возможно дезартрией. Заиканию сопутствует расстройство дыхания, оно более поверхностное, дискоординированное, происходит со слабым участием диафрагмы. Нарушен фонематический слух, позволяющий различать звуки родного языка. Речевая активность повышена, фиксация на речевом дефекте и логофобия не наблюдаются. В этот период заикание имеет постоянное течение с временными ухудшениями при переутомлении, соматических заболеваниях. Смешанное заикание протекает на фоне задержки психомоторного развития. Отмечается неуклюжесть, скованность и стереотипность движений, некоторая медлительность, неловкость, недостаточность мелкой моторики. Возможно, астенический синдром и нурез, нарушение сна, непроизвольные мышечные сокращения, тики, выраженные преимущественно в лицевой мускулатуре. Если в норме становление речи заканчивается примерно к 7-летнему возрасту, то у ребенка, имеющего смешанное заикание, с возрастом, происходит усугубление речевой дисфункции и нарастание дезорганизации речи. Со временем, когда ребенок начинает обучение в школе, обнаруживается дислексия, нарушение способностей к чтению и дисграфия. Ошибки при написании слов. С возрастом к ребенку приходит осознание собственного речевого дефекта. Он начинает маскировать свое заикание, избегая произношения трудных слов и употребляя различные речевые приемы, например, растягивание речи. Снижается речевая активность. Формируется смешанное заикание. Ребенок стесняется говорить при посторонних людях, отказывается выступать перед аудиторией. Заикание приобретает черты невротического, усиливается при волнении, вне знакомой обстановки. Речевой дефект мешает ребенку донести свое мнение и ощущение до окружающих, является препятствием в общении. На этом фоне возникают невротические наслоения, тревожность, различные страхи, а в первую очередь логофобия, мнительность. Смешанное заикание из постоянного трансформируется в волнообразное. Его симптомы усиливаются после психоэмоциональной перегрузки, экзамена, дискотеки, выяснения отношений при внезапном изменении ситуации. Необходимости говорить с малознакомыми людьми. И наоборот, в привычной и спокойной обстановке происходит значительное уменьшение интенсивности заикания. В неблагополучной психологической атмосфере невротические симптомы могут усугубляться, приводя к появлению депрессивного невроза. Ипохондрии, невроза навязчивых состояний, истерии и тому подобное зачастую смешанное заикание сопровождает вегетативная дисфункция. Диагностика смешанного заикания. Диагностировать смешанное заикание позволяют наличие соответствующего дефекта речи и невротических расстройств, аномнистические данные. Про перинатальную патологию и задержку психомоторного развития. Диагностика проводится коллегиально логопедом, неврологом и детским психологом. С целью исключения лор-патологии назначается консультация от ларинголога. Исследование устной речи определяет ахилалию, отсутствие общей плавности речи и снижение ее интонационной выразительности, наличие запинок, растягивание звуков и повторов, сопутствующие речи, движения, тики, жестикулирование. Диагностика слухоречевой памяти выявляет ее снижение и наличие ошибок фонематического восприятия. У школьников дополнительно проводится диагностика письменной речи. Объективный неврологический осмотр обязательно дополняется инструментальными исследованиями ЭЭГ, РЭК, ЭХЭК. Нередко их энцефалография диагностирует субкомпенсированную гидроцефалию, а ЭЭГ – повышенную судорожную готовность. По показаниям, для исключения внутримозговой опухоли, церебральной кисты, окклюзионной гидроцефалией проводится МРТ головного мозга. Поскольку смешанная ЗЭК имеет психологические аспекты, пациентам рекомендована консультация психолога с проведением комплексного обследования, включающего нейропсихологическое исследование, психологическое тестирование и диагностику личностных особенностей.